По своей социальной значимости грипп стоит на первом месте среди инфекционных заболеваний. И во время эпидемии болезнь может поражать до 20% всего населения и до 60% пожилых людей. Ежегодно в мире количество тяжелой формы гриппа исчисляется миллионами, а количество летальных исходов может достигать от 200 до 500 тысяч в год. Ну вот собственно об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Знакомьтесь, пожалуйста, дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Людмила Поволяева, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Самарской области по городу Самаре, заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской больницы номер 4. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Это означает, что можно набрать номер и задать вопрос нашей гости. Итак, тема сегодняшнего выпуска – инъекция защиты. Вот, собственно, об этой инъекции сейчас и поговорим. Я начала программу сегодня с информации о гриппе. И нам вообще кажется всем, что мы прекрасно знаем, что такое грипп. А знаем ли мы, что это за инфекция все-таки на самом деле? Вы уже сказали, что грипп – это острое инфекционное заболевание, и возбудителем является вирус гриппа. И грипп не всегда бывает так прост, а бывает достаточно даже коварен. Мы пережили несколько пандемий и новой коронавирусной инфекции, и гриппа. И поэтому много что знаем, но не всегда умеем и защищаться, и предохраняться от данного заболевания. А вот от ОРЗ, от ОРВИ, как его отличить? Все-таки в чем разница? Ну, у гриппа есть свои симптомы, именно у вируса гриппа. Поэтому как бы он стоит обособленно среди всех вирусных инфекций. И одно из клинических проявлений гриппа – это острое начало заболевания. То есть человек может сказать с точностью, когда он заболел. А это высокий подъем температуры и головная боль. Поэтому мы как бы ориентируемся на эти определенные клинические симптомы. Я не переведу сейчас дословно, но в переводе грипп означает что-то вроде «ловить», «схватить». Очевидно, вот с тем, что внезапно начинается, это и связано, да? И внедриться. Наверное, так. Хорошо, но а чем все-таки опасно это заболевание? В первую очередь опасно тем, что грипп, он снижает наш, в первую очередь, иммунитет, проникая в клетки, вызывает выраженную интоксикацию и вызывает очень много осложнений. То есть вирус гриппа тропен капителию наших верхних и нижних дыхательных путей. Поэтому, внедряясь в клетку, он вызывает выраженную интоксикацию у всех по-разному. И, соответственно, бывает очень много осложнений в виде вирусной пневмонии, чего мы всегда и боимся. А каким образом мы можем получить не очень хорошее слово «заразиться гриппом»? Ну, заразиться гриппом – это передается воздушно-капельным путем. В первую очередь. А человек и человек также может и от животного человеку передаться. Мы же слышим, что есть там птичий, свиной грипп. Поэтому вот этим он как бы и чреват. Ну и в первую очередь мы должны себя обезопасить. Это не общаться с больным человеком, если мы видим, что, скажем, обходить стороной. Достаточно сложно, наверное, в социуме, да? Достаточно сложно, но я думаю, что это в первую очередь наша еще личная гигиена. То есть человек, который заболел, он, наверное, должен думать не только о себе, но и о окружающих. Вот да, просто сегодня век, когда некогда болеть. И поэтому, ну, в принципе, явление достаточно распространенное, да, когда человек больной идет на работу, в коллектив. Вот это категорически, как бы, во-первых, это опасно и категорически, я думаю, запрещено. Нужно все равно на рабочих местах проводить осмотры и отстранять людей от работы. Наверное, как-то руководители должны еще тоже обратить особое внимание на это. Вы сказали, что грипп опасен осложнениями. И, наверное, все-таки все мы склонны недооценивать его. А вот каков перечень этих осложнений? Что там вообще может быть? Ну, я же сказала, что одно из грозных осложнений – это вирусная пневмония. Вирусная пневмония, также может развиться и менингит, и синусит, и даже, может быть, поражение сердца вирусный миокардит. Поэтому каждый человек, заподозрив у себя острую вирусную инфекцию, должен все равно обратиться к врачу и быть под наблюдением врача. То есть практически все органы могут поражать, да? Да, вирус может поражать все органы. Самая главная защита от гриппа, вот такой щит, по вашему мнению, это что? Ну, у нас защита бывает специфическая и не специфическая. И самый важный щит – это специфическая защита, это та, которая влияет именно на сам вирус. На сам вирус гриппа – это наш иммунитет. А для того, чтобы подготовиться к предстоящему сезону вирусных инфекций, мы должны быть вакцинированы. То есть это единственный метод защиты. В общем, есть мнение, что очень грозное оружие – чеснок, лимон, какие-то народные средства, и чтобы можно приспокойненько, в общем-то, защититься от гриппа и этим. Ну, эти все средства можно использовать в дополнение, но специфическая защита все равно будет складываться из наших клеток организма, которые будут сформированы при вакцинации. Я напомню тем, кто только что подключился к нам. Сегодня у нас в гостях Людмила Поваляева, главный внештатный пульмонолог Минздрава Самарской области по городу Самаре. И говорим мы сегодня о гриппе, надвигающемся на нас, не знаем когда, но совершенно точно, что придет, да, никто не сомневается в этом. И, собственно, как от него защититься. Почему прививаться от гриппа необходимо каждый год? Вот каждый год в это время мы начинаем говорить про прививки от гриппа. Ну, не знаю, к сожалению ли как, то вакцинация от гриппа проводится ежегодно. Почему? С чем это связано? С тем, что вирус гриппа мутирует. И в новый эпид-сезон у нас есть наука, которая изучает эпидемиологию, она изучает в какое время, что будет в этом году, и что мы предполагаем, какие будут вирусы циркулировать на территории, например, нашей страны. То есть это не просто кто-то сказал, что этот вирус будет, это целая наука. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. 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 Я хотела бы задать вопрос, Людмилуя, по-моему, она встала именно. Викторовна. А каким образом можно поддерживать свой иммунитет в том состоянии, чтобы инфекционные болезни как-то не совсем близко были к человеку? Что вы можете на это сказать? Спасибо. Прекрасный вопрос. Ну, я уже сказала про вакцинацию, но они специфическими методами защиты и поддержания нашего иммунитета, это, как бы это ни банально звучало, это наш здоровый образ жизни. Это прогулки на свежем воздухе, увеличение потребления в пищу белка, овощей, фруктов, отказ от алкоголя, курения. Во время сезона избегать общественных мест, где мы можем постречаться с больными людьми, которые будут не столь сознательны, будут их посещать. И, как я говорю, лучше лишний раз пройти пешком, лишнюю остановку, чем ехать в общественном транспорте, если есть такая возможность. Не хочется. Я напомню еще раз, что мы работаем в прямом эфире. Людмила Поваляева, главный внештатный пульмонолог Минздрава Самарской области по городу Самаре, у нас сегодня в студии, отвечает на мои вопросы и на ваши. Звоните, пожалуйста, не оставляйте свои вопросы до конца эфира. А почему мы должны прививаться именно в начале осени? Чем это вызвано? Ну, это вызвано тем, что мы должны подготовиться к предстоящему сезону. Он, как правило, у нас наступает в осенне-зимний-весенний период. И для того, чтобы сформировался иммунитет, должно пройти какое-то время. Ну, как минимум один месяц. Поэтому в этом году мы ожидаем волну вирусных инфекций, ну, наверное, чуть раньше, в связи со сдвигом его при новой коронавирусной инфекции. Поэтому в этом году сезон вакцинации начался гораздо раньше. Еще один звонок. Послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как жизнь, пожалуйста? Какой воздух нашли, в этом очищенном отец. Мать так мучилась, и я, что-то из вас врач не знаю. Мы не расслышали начало, а в чем причина, в чем проблема? Удушающий кашель. Удушающий кашель. На детстве, мать так мучилась, и я не знаю, чем. А это хронический какой-то постоянный кашель? Что, о чем речь? Да. Хронический. Ну, да, очень сложно, как бы, в эфире. Ну, вы можете обратиться к своему участковому терапевту, либо можете, у нас в поликлинике осуществляется консультация врача-пульмонолога, и мной тоже можете подъехать, и мы вас проконсультируем индивидуально. Да, спасибо за вопрос. Действительно, конечно, сложно ответить вот так вот доктору по телефону. Вакцина против гриппа. Вот вообще как она работает, и насколько она эффективна? Ну, при введении вакцины, во-первых, у нас все инактивированные вакцины, то есть, так скажем, убитый вирус гриппа поступает в наш организм, и начинает формироваться иммунитет. То есть, все наши клетки формируют иммунитет для того, чтобы, когда попадает уже именно сам вирус гриппа в организм человека, наш организм мобилизуется и защищает, то есть, выделяются белки, которые, как бы, поглощают этот вирус. А можете объяснить вот по поводу инактивированное, что вообще только такая, и почему убитый вирус гриппа, или есть другие вакцины? Ну, то есть, при введении этой вакцины мы не можем заразиться вирусом гриппа. Мы можем только иметь, как бы, некоторые симптомы гриппоподобного состояния. Но, как у нас бытует, что если ввели вакцину, то нас заразили ослабленной формой. Нет, мы используем только инактивированные вакцины, но по некоторым другим заболеваниям есть и неинактивированные вакцины. Ну, вот вы уже заговорили, и, собственно, это один из мифов, что прививку делать страшно, потому что вдруг вот именно из-за нее вот именно ты и заболеешь. Нет, мы не заразились. И не заразим окружающих? Нет, и не заразим окружающих. А все-таки эффективность? Вот опять-таки я слышала такое мнение, что для чего делать прививку? Вот я делал, но я все равно заболел гриппом. Ну, во-первых, вакцинации подлежат еще также люди, имеющие группу риска. И эти люди, мы не знаем, как будут болеть тем или иным вирусом. И, возможно, мы уже сказали, что мы предотвращаем осложнения. В общем-то, все, кто вакцинирован, не имеют осложнений по заболеванию. Но мы, к сожалению, имеем печальный опыт, когда были смерти от вирусной пневмонии, и все пациенты, которые погибли от пневмонии вирусной, не были вакцинированы. Это факт остается фактом. А группы риска, вы сказали. А вот все-таки кому бы вы рекомендовали в первую очередь прививаться? Мы в первую очередь пытаемся защитить детей, пожилых людей, которые подвержены и имеют другие, подвержены этим заболеваниям. Это люди старше 60 лет, и, как правило, эти люди имеют хронические заболевания, которые докомпенсируются на фоне вирусных инфекций. И, соответственно, даже может быть не столько страшна сама вирусная инфекция, сколько докомпенсация их самих соматических заболеваний, которыми они страдают. И поэтому в первую очередь мы рекомендуем вакцинировать пациентов старше 60 лет, больных с сахарным диабетом, больных с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, больных страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. А детей из какого возраста можно вакцинировать? С шести месяцев. Это какие-то специальные детские вакцины? Как это делается? Нет, общие вакцины как будто… То есть обычная вакцина может водиться и детям, да? А вот смотрите, ведь многие родители отказываются вакцинировать детей, опасаясь, что прививка может принести какой-либо вред здоровью ребенка. В общем-то, одно из противопоказаний введения любой вакцины – это аллергическая реакция на белок. То есть тем детям, у которых есть аллергические реакции, все эти дети известные, вот им как бы не рекомендуют. А всем остальным противопоказаний для введения вакцины, например, против гриппа нет. А вообще какая у нас обстановка в городе? Вреда точно не принесет. В городе по вакцинированию детей прививают детей от гриппа родители? Да, конечно, прививают. И в школах прививают. Централизованно. Централизованно. Нет, ну есть, конечно, некоторые родители, которые категорически отказываются там, имея свои какие-то мифы, что не совсем, наверное, правильно. Какие существуют противопоказания вообще к этой прививке именно? Ну, я уже сказала, только аллергическая реакция и острореспираторные заболевания. То есть в период острореспираторной инфекции, когда уже иммунитет у человека ослаблен, и как бы любая вакцинация противопоказана. А беременность? Беременность не является противопоказанием, а является только показанием. Потому что мы знаем, что, к сожалению, в 2009 году у нас было достаточной смертей беременных женщин, потому что именно у беременных женщин тяжело протекает грипп. Ужас какой. Да. Грипп – это достаточно опасная инфекция. Да, действительно. Скажите, вот сейчас, в общем-то, компания еще в разгаре в самом, да? Да. А если все-таки по какой-то причине человек не успел этого сделать, ну, вот до Нового года, я не знаю, или когда там придет грипп, есть ли вообще какой-либо смысл вакцинироваться, если эпидемия, ну, не эпидемия, подъем заболеваемости уже начался? Ну, как бы, если есть у нас в наличии вакцина, то все равно рекомендуется вакцинировать. Если человек еще не переболел вирусной инфекцией, то он должен поддержать свой иммунитет. То есть эффективность все равно может быть? Конечно, да, да, да. Мы же не говорим, что мы в полной мере вакцины защищаем от заболеваний, просто люди переболевают в более легкой форме. Итак, мы продолжаем программу, сейчас узнаем, что произошло в здравоохранении региона и страны за ту неделю, что мы с вами не виделись, а затем вернемся в студию. В России начинаются клинические исследования двух вакцин, адаптированных под новый штамм коронавируса XBB1. Это будет двухкомпонентный спутник Ви и однокомпонентный спутник Лайт с обновленным антигенным составом. По окончании новые препараты поступят в медицинские учреждения. В регионе с начала апреля от укусов клещей пострадали почти 4000 человек. Зарегистрировано 14 случаев клещевого боррелиоза и два случая клещевого вирусного энцефалита. Медики просят непременно обращаться за помощью в случае укуса клеща. В регионе вакцинацию против гриппа прошли больше 680 тысяч человек. Это составляет 21,7% от общего населения. За последнюю неделю в области зафиксировали почти 14,5 тысяч случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 8,2%. Специалисты отметили, что оптимальным сроком проведения прививок является период с сентября по ноябрь. В Москве будет запущено производство медицинских препаратов для лечения онкологических и генетических заболеваний. Предприятие будет выпускать 128 международных наименований лекарств, 98 из них в России не производились. Ввод в строй намечен на 2027 год. Минтруд Российской Федерации заявил, что к 2025 году максимальный размер выплат по больничному листу будет увеличен до 5700 рублей в день. С 2022 года он оформляется только в электронном виде. Лечащий врач вправе выдать больничный не более чем на 15 дней. Итак, мы возвращаемся к студию. Сегодня у нас в гостях Людмила Паваляева, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Самарской области по городу Самаре. И еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. К нам в студию можно позвонить. Итак, решение о вакцинации принято. Как нужно подготовиться? Ну, нужно подготовиться. Я уже как бы сказала, даже к любой вакцинации подготовка должна быть. Ну, это человек должен отказаться от курения, от употребления алкоголя. Во-первых, он должен быть здоров. Он должен посетить врача, чтобы перед тем, как вакцинироваться, врач его осмотрел, оценил его состояние здоровья, снял показатели объективные. Вакцинироваться, мне хотелось бы сказать, можно в любой поликлинике нашего города. Работают пункты вакцинации, в часы работы поликлиники, а также и в субботу, и в воскресенье. То есть мы всех приглашаем на вакцинацию. На базе нашей поликлиники работает в любом филиале. А у нас их четыре. Основные по Мичурину 125 и Челюскинцев 1. Поэтому к вакцинации нужно подготовиться серьезно, обратиться к врачу, произвести осмотр. И еще также не рекомендуется проводить вакцинацию при декомпенсации каких-то хронических заболеваний, чтобы не усугубить их течение. Вот вы сейчас только что вычеркнули из армии желающих привиться всех курильщиков. Вы сказали, что необходимо бросить курить. Но я думаю, невозможность такого факта... Хотя бы сократить количество выкуренных сигарет в день перед тем, как вакцинироваться. Вообще всем курильщикам в первую очередь рекомендуется привиться, потому что все курящие люди имеют предрасположенность к тому, чтобы вирус гриппа вызывал осложнение. Почему? К сожалению. Ну, потому что курение, особенно в больших количествах, все равно нарушает функцию нашего эпителия легких. И, соответственно, дает вирусу точку проникновения. А вот сейчас у нас, я не знаю, больше-меньше, но очень много курящих электронные сигареты. Входят ли они в это же число рискующих? Конечно же, входят. И даже еще... Вообще что-то об этом? Да, входят. И даже еще в худшей мере, потому что любые синтетические сигареты – это же химия. А любые химические составляющие могут вызывать не только бронхиты, а могут еще и вызывать и другие серьезные повреждения и легочные ткани в виде аллергических пневмонитов. Скажите, почему врачи рекомендуют прививаться пациентам с хроническими заболеваниями легких? Особенно рекомендуют, причем им. Ну, я уже сказала раньше, что вирус грипп, он тропен капителию. Капителию нашей легочной ткани, которая защищает, которая обязана защищать при проникновении вируса и его как бы поглощать, убивать. Это наша естественная защита. У людей, которые страдают хроническими заболеваниями легких, то есть у них уже есть повреждения легких, соответственно, у них уже есть симптомы, связанные с заболеваниями легких, такие как кашель, одышка. И на фоне вирусной интоксикации, к сожалению, усугубляется течение этих болезней. И они больше подвержены осложнениям. Я бы предположила, что легкие ближе всего находятся к месту попадания инфекции, скажем так, до них быстрее всего дойдет. Ну, это и в том числе, это у любого человека, как бы и так легкие болеют, так скажем, чтобы проще было понять. Так еще плюсы вирусной инфекции, они начинаются с верхних дыхательных путей, возникает отек, людям становится еще труднее дышать. Вчера нашла такую информацию, что в настоящее время грипп стоит на втором месте среди причин смерти от инфекционных заболеваний после пневмококовой инфекции. То есть она получается на первом месте. Вообще, что за инфекция такая и чем она так опасна? Ну, пневмококок – это микроб, это бактерия, которая также повреждает легочную ткань и вызывает основной возбудитель пневмонии. То есть это то, чего мы боимся в осложнениях, как при гриппе, так и при новой коронавирусной инфекции. И любая вирусная инфекция может сопровождаться также и наслоением бактериальной инфекции. Так как иммунитет человека ослаблен, уже неоднократно это сказали, то, соответственно, и бактерия, проникая, может возникать осложнение. Но не только пневмония вызывает пневмокок. Он относится к большой группе стрихотококковой инфекции, что может возникать и бронхит, трахеид, гаиморит, менингит, также миокардит. То есть любая инфекция может быть связана с этими микробами. А как вообще выглядит наш регион по поводу заболеваемости пневмококовой инфекции? Для нас это очень актуальная проблема, и много ли таких заболеваний? Ну, Самарская область не выходит на тот уровень, где заболеваемость вне больничной пневмонии достаточно высока. Мы как бы идем на одном уровне с другими регионами, но достаточно высокая заболеваемость вне больничными пневмониями. Ну, и еще раз напомню все-таки, что сегодня в гостях у нас Людмила Повалеева, главный внештатный пульмонолог Минздрава Самарской области по городу Самаре. И напомню еще раз, что мы работаем в прямом эфире, еще есть немного времени. Вы можете позвонить в студию по телефону 202-11-22, если у вас есть вопросы. Ну, думаю, что на очень многие вопросы наших зрителей мы как раз сейчас отвечаем. Кому необходимо пройти вакцинацию против пневмокока? И она же существует, да? Правильно я понимаю? Да, у нас существует вакцинация от пневмококовой инфекции. И она включена в календарь прививок детскому населению. Также благодаря поддержке в нашей области, поддержке губернатора, у нас закупаются вакцины для групп риска. То есть мы уже про них говорили, про пациентов, имеющие хронические заболевания как легких, так и сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. И поэтому абсолютно бесплатно эти люди могут вакцинироваться в наших поликлиниках. То есть это вакцина, которая, ну, как мы и про грипп говорили, защищает нас от осложнений, именно связанных с пневмококовой инфекцией. Еще продолжим этот разговор. Давайте послушаем сначала зрителей. Алло, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, я в конце сентября переболела ковидом. Когда можно будет сделать прививку от гриппа? Какая вы умница, что хотите задать такой вопрос. Если вы официально переболели ковидом, то спустя 2-3 недели вы можете вакцинироваться от гриппа. Спасибо большое. Не болейте. Да, здоровья. Итак, еще раз хочу вернуться к вакцине против пневмокока. То есть для тех людей, которым она необходима, вот именно эта прививка, да, есть возможность сделать ее бесплатно. Да, да, да. И есть вакцина в регионе. И есть вакцина в регионе. То есть человек должен обратиться к своему участковому терапевту, в котором он стоит на диспансерном наблюдении, и вместе с ним принять решение о данной вакцинации. А как часто нужно прививаться от пневмокока? У нас есть два вида вакцин. Есть вакцина пневмовакс, которая состоит из 23 штаммов. Это делается один раз в 5 лет. Есть вакцина привинар-13, которая делается однократно. Вернусь к заболеваемости гриппом. Почему в коллективе рекомендуют прививать не менее 75, даже, по-моему, процентов сотрудников? Ну, чем больше мы проводим вакцинацию, не только в коллективе, а вообще, наверное, во всем там регионе и в местности, то есть это связано с тем, что у нас сформируется коллективный иммунитет. И чем больше коллективный иммунитет, то есть есть вероятность того, что большее количество людей не заболеет вирусной инфекцией. Это означает, что с помощью вакцинации можно, в принципе, так бы и предотвратить эпидемию гриппа? Не просто предотвратить, а именно так, к этому мы и стремимся. Просто ежегодно проводятся вакцинации, и иммунитет, который как бы сформировался в предыдущем году, он же сохраняется и имеет свою память. И поэтому на каждый новый штамм вируса у нас сформируется иммунитет. Ну вот сейчас мы слышали в дайджесте, что на сегодняшний день привиты 21, ну почти 22% жителей Самарской области, то есть нам еще до 75%. Да, нам хотелось бы, поэтому и мы привлекаем как можно больше людей для того, чтобы они посетили пункты вакцинации. То есть это в общих интересах, почему мы и говорили о социальности заболевания, да, потому что идет прям очень быстро заболеваемость, когда много болезней. Ну мы защищаем не только себя, мы уже как бы говорили об этом, что не только себя, мы должны подумать о наших родителях, детях. Как правило, многие родители пожилые люди, которым, я говорю, уже подвержены заболеванию, поэтому мы не только должны быть как бы эгоистами, думать только о себе, нужно думать и об окружающих. А давайте попробуем, Людмила Викторовна, в конце программы все-таки назвать, ну я не знаю сколько, давайте договоримся, топ-5, топ-3 причин сделать прививку от гриппа. Сколько важных направлений бы вы выделили? Ну, во-первых, уже повторяясь из раза в раз, я говорю, для того, чтобы мы были все здоровы и не имели каких-либо осложнений, нужно прививаться. Первое, защитить свое здоровье. Первое, защитить свое здоровье. Второе, защитить, я уже сказала, своих родственников, своих близких. Во-вторых, для того, чтобы повысить, так скажем, нашу трудоспособность и меньше быть на больничном листе. Да, я тоже хотела эту причину назвать. Потому что, как правило, заболевая, никто не знает, как быстро человек может выздороветь. Потом мне хотелось бы сказать, чтобы каждый человек не занимался самолечением, для того, чтобы не получить осложнений. Потому что у нас многие путают вирусную инфекцию и бактериальную инфекцию, и начинают, например, лечить вирусную инфекцию антибактериальными препаратами, что крайне опасно. Попробуем успеть за минуту еще ответить на один вопрос. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Хотелось бы задать вопрос. Вот фиброз легкого, он остается на всю жизнь, или он может как-то полечиться? Ну, фиброз, фиброз – это как бы разрастание соединительной ткани. И в зависимости от того, какой это фиброз, нужно как бы индивидуально относиться. Но если вы имеете, что это очаговая какая-то форма фиброзы, то, соответственно, она не столь влияет на функцию наших легких. Если это распространенный фиброз, то все равно нужно обратиться к специалисту и индивидуально посмотреть, сохранилась ли функция легких, что на рентгене это видно. Поэтому все индивидуально. Я как бы еще раз говорю… А какой специалист? Врач-пульмонолог. У нас доступная помощь пульмонологическая. Как в нашей больнице, так и в других больницах города. Но врач-терапевт ваш направит вас в нужное место. Ну, это у меня после крови прошло как-то два года. Ну, я думаю, что два года… Можно взять направление? Можно, конечно, взять направление. Повторить в первую очередь рентгенографию органов грудной клетки и уже с ней прийти на прием к врачу-пульмонологу. Спасибо вам за звонок. Надеюсь, что мы ответили. И тем временем, время нашей программы подошло к концу. Надеюсь, что вы получили ответы на вопросы, и вы точно завтра пойдете вакцинироваться от гриппа. И тем самым мы непременно остановим надвигающийся рост заболеваемости. Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. Со зрителями увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»